Здравствуйте, с вами снова Татьяна Бейко. Давайте сегодня нарисуем легкий пейзаж. Немного поработаем с маскирующей жидкостью. Здесь будет интересное дерево. Горизонт будет слегка ниже, чем середина. Для себя, чтобы было видно. Деревья на таком как среднем плане, может быть, уже чуть-чуть повыше они будут. Может быть, даже сюда будут чуть выступать. Там посмотрим. Может быть, ничего не будет. А здесь будет дерево. И сейчас сразу замаскирую. Буду использовать и такую щетку для собачек. Крою, чтобы на небо не попало. Сюда сначала попробую. Вот такой. Сразу туда на небо. Вот такие довольно-таки крупные коплюхи здесь тоже. Может быть, какие-то несколько цветочков сюда тоже теневую. Также беру кисть. Такую щетинку. И, как всегда, сначала в мыло. И, естественно, сюда приношу. Где-то покрупнее, где-то помельче. Когда я буду рисовать небо, я бы не переживала бы из-за дерева. И ствол. Дальше, у кого есть шприц, можно также травеньки. Сразу же промываю несколько раз. Смотрю, чтобы игла была полностью чистенькая. Сейчас пускай все это хорошо высохнет. И мы продолжим. Все высохло. Сейчас подготовим замесы для неба. Приношу сразу водичку. Сюда, сюда. Ультрамарин. Может быть, с небольшим добавлением ализерин. Затем ультрамарин. Вот так вот. И, может быть, немножко цирулю. Здесь будет неаполитанская. Можно охру. Можно сиену натуральную. И первое, что я сделаю, принесу водички сюда. Начинаю. В принципе, здесь будет тоже трава. Сюда можно даже принести немножко. Вот так. Сюда. наверх чуть-чуть пойдет поярче. и сюда приношу тоже сразу. Это уже какие-то крапления желтые. Так. Отвлеклась от неба. Смотрите, какая бумага. Что это такое? Я не знаю. Ну, не будем обращать на это внимание. Сразу сверху у меня синий ультрамарин. Сейчас приношу сиреневый. Такие какие-то там точки будут. Так. 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 Приношу пины немножко. Смотрите, делаю потемнее здесь. Здесь ближе к горизонту такие небольшие совсем. Такими агрессивными. Вот так вот. Бумага всегда в руке. Пока влажно приношу сюда. И это у меня если в этот же замес. Смотрите, я сейчас добавлю. Это у у меня оранжевая. Так как она здесь была. Такая коричневая получается. Так. И немножко зелененького добавлю. Такой вот довольно-таки интересный цвет. Внизу у нас все равно темная. До Винчи сиену приношу. все очень жидкое. очень жидкое. английское красное. Можно сиену жженую где-то красненький принести. Где-то коричневый принести. Вот так вот сюда внизу довольно-таки темный. сиену сиену немножечко здесь можно сейчас сразу если допустим они будут тоненькие-тоненькие будут очень темные. Несколько пускай будет допустим темных рыбков мастихин. Еще что-то и пока у меня еще влажная я немножко делаю здесь вот растушевку либо сглаживаю вот это вот так у подножия здесь как будто бы какая-то возвышенность я просто вот этого здесь сглаживаю вот так вот чтобы такой мягкий был переход дальше можно какие-то может быть камушки показывать что там знаете когда насыпь обычно там какие-то камушки тоже есть вот так я сейчас немножко принесу и сейчас приступлю к этому дереву для дерева буду использовать кисть это Терри Харрисон здесь в принципе можно любую можно плоскую и как всегда вот ее так постучать первое с чего я начну могу даже с лимонной желтенькой с какой-нибудь яркой и сразу приношу зеленый смотрите видите это ядовитый такой естественно его надо чем-то приглушить можно принести сиену жженую вот уже совсем другое дело видите темное смешивается с лимонной так дальше сразу приношу сюда траву кадмин желтый вот так вот сюда яркость полоску можно снять можно снять чтобы не яркая такая была сюда уже приносим разные цвета красненькая английская красная или сиен снеженая так силененькая сюда там особенно где есть маскирующая жидкость можно сразу и потемнее сиен зеленый и сиен ноженая зелененький темный сразу сюда приносим здесь естественно тень и здесь может быть какое-то еще дерево несколько деревьев выглаживаем так это все очень мокро тем не все равно будет какая-то текстура разбить допустим если где-то как монолит подождем немного когда здесь схватится чтобы здесь тоже поработать с мастихином и сейчас я хочу принести сюда еще немножко темнее сделать вот именно здесь так ну что сейчас надо чтобы это все высохло так смотрите все я сняла и сейчас вот можно вот эти вот сделать как белые цветочки какие-нибудь белые желтые также можно сделать лисировку смотрите чтобы вот именно эти и цветочки и травинки такие желтенькие были яркие и это это у меня лимонная желтая здесь вот ромашки могут быть я не буду с этими цветочками особо заморачиваться ну допустим находить где эти маскирующая жидкость туда вот эти вот цветочки такие сделать подальше они не такие яркие сразу вот так подбираю их очень тоненькие травинки это у меня метритика нулевочка просто для интереса что-то приношу в разные стороны здесь что-то потемнее здесь может быть тоже травинки какие-то мелкие пошли кисть буквально вот так вот к бумаге параллельно бумаге чтобы что-то подчеркнуть надо принести что-то очень темное тоже ствол дерево неаполитанское можно сиену натуральную светленько светленько и потом сразу можно темнее умбра немножко подкорректирую с левой стороны потемнее так вот как только потемнее принесла так сразу здесь стало поярче и здесь смотрите пролессирую тоже можно отдельно принести белый убираю естественно а сейчас буду находить веточки такой темно-темно зеленый можно с коричневым такой практически черный выходит отсюда тоже здесь естественно так идет то есть перекрывает нахлёст еще чуть-чуть сюда потемнее буквально несколько внизу чтобы не было слишком большая разница вот так вот тоже она была вот так она вниз шла сюда принесу немножко поярче вот так несколько пятен может быть веточка где-то вот здесь проглядывает да вот так давайте посмотрим что вообще получилось спасибо что посмотрели мое видео ставьте лайки пожалуйста мне очень приятно делитесь видео с друзьями подписывайтесь на мой канал пишите комментарии и до скорого пока пока